Когда меня пригласили в Компэшн работать с людьми и мотивировать их к служению детям, Раймонд Квонг, в то время региональный директор, задал мне вопрос. «Тойдис, мы помогаем определенному количеству детей, а как же остальные? Что будет с детьми в Лаосе? А как же дети в Камбодже, Казахстане, Кыргызстане, Непале, Бутане?» Не только дети в церкви, но, что еще важнее, дети вне церкви. Дети улицы. Дети, которых эксплуатируют, заставляя непосильно трудиться. Например, те, которые делают кирпичи в Пакистане. Этим детям от трех до шести лет, и они работают на кирпичных заводах в Лахоре, в Гужеранвале. Какова роль церкви в жизни этих детей? По сути, церковь должна спасать детей от царства ада, чтобы привести их в царство света. И врагу это не нравится. Поэтому нам нужно молиться. Нам нужно молиться. Особенно тем из нас, кто живет в свободном обществе. В таких странах, как США, Канада, Филиппины, мы имеем особое благословение быть свободными. Некоторые из наших братьев не имеют такой свободы. Но если посмотреть, что они делают, через что проходят, вот это да. Вам будет неловко и стыдно, когда вы увидите их веру. И хотя они сталкиваются с огромными трудностями, они смотрят на тебя и говорят, это и есть ключ. Нет боли, нет результата. Не взял крест, не получишь награду. Именно о таком посвящении мы можем рассказывать в церквях, чтобы люди жаждали помогать детям, чтобы люди заботились о детях. Не только о детях в церкви, но, что еще важнее, о детях вне церкви. Продолжение следует... Продолжение следует...